Югорские хоккеисты сыграли в матче звезд. В Нижнекамске прошел Кубок Вызова. Турнир собрал лучших игроков текущего сезона молодежной хоккейной лиги. Традиционно на льду сразились команды двух конференций – Запада и Востока. Впервые за всю историю Кубка сразу трое хоккеистов из команды «Мамонта» Югры попали в состав сборной конференции «Восток». Дмитрий Пришвецин встретился с лучшими хоккеистами югорской молодежки. Впервые в истории на Кубок Вызова поехали сразу три хоккеиста из команды «Мамонта» Югры. Это лучший защитник прошлого сезона Тимралиев Ахруддинов и нападающие Денис Латышевич и Кирилл Кожевников. О том, как прошел матч звезд, узнаем у самих звезд. Кирилл, расскажи, пожалуйста, получилось ли прочувствовать всю атмосферу хоккейного праздника в Нижнекамске? Ну да, в принципе, вся организация, то есть игра, все было на высшем уровне. Получили колоссальный опыт, огромное удовольствие, находясь там. Кубок Вызова – это больше шоу или настоящий матч? Ну вот, для нас это настоящий матч, как бы принципиально, как бы Запад против Востока. Было ли эмоциональное давление от того, что Восток долгое время не может выиграть у Запада? Да, честно, не было. Просто вышли играть. Проиграли, конечно, обидно. Но мы, я считаю, хорошо сыграли. Ну и вот уже ответ Востока. Бросок поворотом. Скотников отбивает шайбу в сторону. Признайся честно, хотел забить? Да. Были моменты, у меня вот прям в конце был. Поторопился и вот не получилось. Кстати, победную шайбу забросил бывший игрок «Мамонтов» Кирилл Марченко, который двумя неделями ранее стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира по хоккею. Вот, ох ты, Марченко, ну что, забьет? Запад одерживает победу в этом матче. С Кириллом Марченко поддерживаете связь? Да, мы еще за день, когда у нас раскатка была, он сам подошел, то есть, говорит, скучает по Ханты-Мансийску. 16 и 17 января здесь, в Ледовом дворце, пройдут очередные матчи молодежной хоккейной лиги. «Мамонты» Югры встречаются со спутником. Приходите на молодежку! Дмитрий Пришвицин, Юрий Гурьев, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.